И вновь в Уфу. Разные страны начинают проявлять интерес к аспектам деятельности БРИКС, например, к новому банку развития. Сразу после саммита правление банка выезжает в Шанхай, где начинается практическая работа по отбору инфраструктурных проектов. Интервью нашему каналу дал заместитель главы МИД, Шерпа России в группе БРИКС Сергей Рябков. Сергей Алексеевич, рада приветствовать вас в Уфе. Начнем с темы, которую широко обсуждают журналисты в Куарах, саммитах Шоссе БРИКС. Это, конечно, не дает нам покоя. Иранская ядерная программа, учитывая заявления главы российского внешнеполитического ведомства, что вроде бы уже нет непреодолимых противоречий, но дедлайн все сдвигается и сдвигается. Какие последние новости и какие противоречия сейчас стороны пытаются уладить? Последние новости такие, что в Вене продолжается очень интенсивный переговорный процесс. Он включает контакты на всех уровнях, в том числе, как вы понимаете, там уже не первую неделю беспрерывно находятся госсекретарь США и министр иностранных дел Исламской Республики Ирана. Периодически к ним присоединяются другие министры. Работа проводится и на нижних этажах. Происходит обмен документами, это все идет, происходит сопоставление позиций по каждому элементу будущей договоренности. И медленный прогресс все-таки достигается. Он медленный, он недостаточный для того, чтобы можно было сказать, что вот все, мы договорились, этого нет. И я не берусь предугадывать, когда это может случиться. По большому счету это сейчас может случиться в любой момент. А какой пункт самый противоречивый? Это все тот же механизм снятия санкций, прописывания этой позиции? Для нас самый противоречивый пункт это вопрос об отмене оружейного эмбарго. Когда и в связи с чем оно может быть отменено? Ясно, что этот вопрос рассматривается не в вакууме. Это часть более широкой темы последовательности отмены санкций. Очень многое здесь зависит от того, какую позицию занимают сами иранцы. То есть, по большому счету, они формулируют требования, на которые «шестерка» и, в частности, ее западные участники так или иначе отвечают. Да, это сложная тема. Не менее сложная тема – это доработка вопросов, связанных с будущей резолюцией, с ее содержанием, Совета безопасности ООН, которая должна быть принята для того, чтобы формально одобрить соглашение, придать ему юридически обязывающий характер, ну и произвести, по сути дела, полное переформатирование действующего санкционного режима в отношении Ирана. Отменить прежние резолюции, принять решение о том, какие элементы из санкционного пакета остаются и так далее. Все это идет довольно-таки напряженно, но другого никто не ожидал. Я повторяю, что прогнозировать момент окончания переговоров не стану. Раньше уже ошибался в этом плане, кстати. Давайте вернемся к тематике уфимских саммитов. Обсуждают ли участники БРИКС и ШОС борьбу с терроризмом? И уточню, может быть, создание коалиции. Это должна быть коалиция в рамках БРИКС, ШОС, а может быть, какая-то более широкая. Есть ли такие разговоры? Антитерроризм звучит на всех встречах и на всех мероприятиях в коллективном формате. Этой же теме уделено очень большое внимание в итоговых документах уже завершившегося саммита БРИКС. Я обращаю на это определенное внимание, поскольку для нас крайне важно, для нас, для российской стороны, что терроризм и как проблема, и задача борьбы с ним, с точки зрения правильности постановки этого вопроса, а именно, нет места двойным стандартам. Нельзя делить террористов на хороших и плохих, на своих и чужих. Нельзя использовать терроризм в каких-то политических или тем более геополитических целях. Вот эта постановка вопроса находит, в общем-то, все более определенный, конкретный, конструктивный отклик со стороны партнеров. Мы ведем речь о том, что противодействие терроризму должно строиться в рамках глобальной контртеррористической стратегии в рамках ООН в соответствии с действующими в этой области международными конвенциями. Инициативы по линии БРИКС и ШОС имеются, они дополняют этот общий процесс. Мы сейчас, и не случайно мероприятия БРИКС и ШОС проводятся встык друг с другом, будем предпринимать усилия по состыковке этой работы между БРИКС и ШОС. Я думаю, что партнеры откликнутся и углубление этого сотрудничества на обширном евразийском пространстве, где во многом и сосредоточены эти вызовы, где присутствуют угрозы терроризма и дает о себе знать. Наверное, для большинства стран это не абстракция. На этом пространстве мы будем работать еще теснее. БРИКС с точки зрения контр-телестнического сотрудничества, я думаю, задает тон. Саммит ВУФИ – это еще и важная веха для шанхайской организации сотрудничества, которая, как мы ожидаем, здесь запустит процесс подключения Индии и Пакистана в качестве полноправных участников этой организации. Говорится ли что-то о возможном расширении БРИКС? Речь об этом идет постоянно. Вы знаете, мы не форсируем никакие процессы развития и эволюции БРИКС. Мы считаем, что и так за 6 лет, прошедших с момента проведения первого саммита этого объединения в Екатеринбурге, тоже в России, пройден очень большой путь. Иногда бывает так, что форсируя какие-то направления, можешь сам того не желая затормозить реализацию этих планов. В данном случае, конечно, об этом речи нет. Мы прекрасно осведомлены об интересе некоторых государств к присоединению БРИКС. Но, напомню, что после принятия объединения тогда еще БРИК Южноафриканской республики, было достигнуто понимание о том, что определенная пауза будет взята в вопросе о приеме новых членов. Когда эта пауза закончится, зависит от позиции всех участников, зависит от того, насколько активно будут проявлять себя потенциальные претенденты. Но по мере выхода сотрудничества в БРИКС на глубину, по мере обретения этим сотрудничеством все более конкретных практических очертаний, мы видим и новый процесс, когда страны начинают проявлять интерес к конкретным аспектам деятельности БРИКС. Например, к создаваемому новому банку развития. Это положительно, мы это приветствуем. Мы будем стараться найти оптимальные формы такого сотрудничества. То есть здесь возможны разные варианты, разная геометрия. Говоря нашим языком, ничто нельзя исключать. А раз вы заговорили о банке развития БРИКС, можно ли уже охарактеризовать какие-то проекты, на которые в будущем будут направлены эти средства? Эти проекты в основном будут касаться инфраструктуры. Развитие инфраструктуры – первоочередная задача для всех стран, входящих в объединение, для всех без исключения. Мы подготовили свой перечень таких объектов. Я не буду его сейчас раскрывать. Все-таки работа идет по достаточно чувствительным темам. Надеюсь на ваше понимание. Но факт есть факт. Мы поделились этим списком с партнерами. Сразу после УФИ правление нового банка выезжает в Шанхай, где будет расположена штаб-квартира. Начнется практическая работа по отбору этих проектов. Будем смотреть. В принципе, счет здесь уже пошел до начала реализации первого из того, что будет намечено, или первых проектов из очерченного круга. Счет пошел на месяцы, а не на годы. Так что мы удовлетворены темпом, который взят. Сергей Алексеевич, а за те примерно полтора года, когда действуют санкции со стороны Евросоюза и США, это как-то сказывается на отношениях внутри БРИКС? Может быть, наоборот, вы наблюдаете укрепление связи? Есть ли взаимосвязь? Все участники объединения исходят из того, что и нелегитимные односторонние меры, применяемые рядом стран в отношении России, об этом, кстати, есть запись в Уфимской декларации, и я советую интересующимся почитать довольно любопытный текст. И эти санкции, и общее ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, замедление темпов восстановления, роста в большинстве экономик, сложности на фондовых рынках, колебания валютных курсов, все вот это предопределяет, просто диктует необходимость для БРИКС больше сосредотачиваться на работе по развитию торговли, инвестиционным связям, по взаимодействию в решении проблем промышленного развития, в регулятивной сфере и так далее, и так далее, в масштабе самого объединения. Это полезный формат. Мы в период российского председательства, а оно сегодня не заканчивается, а будет продолжаться до конца февраля, проведем целую серию министерских встреч, мероприятий на экспертном уровне, которые будут посвящены наращиванию экономической работы. Этому же служит стратегия экономического партнерства, разработанная по нашей инициативе при активном содействии китайских коллег. То есть мы смотрим на проблему в комплексе. Эффект санкций есть, его не нужно драматизировать. Совокупность факторов, влияющих на ситуацию, в целом не очень благоприятна. Но это что означает? Это означает, что нужно просто активнее работать над их преодолением, используя в том числе и возможности, которые для этого предоставляет формат БРИКС. Саммит в Уфе – это еще и промежуточный итог российского председательства в группе БРИКС. Можем ему выделить для наших зрителей кратко, буквально 3-4 российских инициативы, которые можно назвать наиболее успешными за это время. Первое. Мы сумели сделать общим застоянием нашу давнюю позицию в пользу того, что любое межгосударственное объединение – это прежде всего практическое сотрудничество. декларации важны, без них никак. Политические установки предопределяют многое. Но без конкретики дел, без работы, по большому счету, ожидать многого от межгосударственного сотрудничества нельзя. Вот сейчас наступил момент, когда количество переходит в качество и когда мы фокусируемся на практической работе. Второе. Взаимодействие в БРИКС пошло вширь. Найдены новые форматы, заявившие о себе только в период нашего председательства. Мы провели созвездие форумов от академического до молодежного и первый парламентский форум, и гражданский форум. О чем это говорит? Это говорит о том, что БРИКС из некоего проекта, который был, конечно же, не искусственным, а возник вследствие правильно понятых национальных интересов превращается уже в идею, обладевающую массами, если употребить выражение классика. Люди знают о БРИКС, интересуются БРИКС, хотят сами принимать участие в его работе. Мы это поддерживаем. То есть, в том числе и общественное влияние БРИКС увеличивается. Это важное достижение российского председательства. Третье. Мы получили очень хороший выход за пределы традиционной, а именно финансово-экономической сферы ответственности БРИКС. И сейчас БРИКС занимается вопросами безопасности. Не случайно прошло очень продуктивное заседание высоких представителей, курирующих вопросов безопасности. С нашей стороны в нем участвовал секретарь Совета безопасности Николай Платоныч Патрушев. Конфликты, региональные проблемы, новые риски и вызовы, контртерроризм, нераспространение АМУ. Все эти блоки в повестке дня БРИКС это тоже важное достижение. То есть, набирает силу, ширится, полнится энергией. Все это наглядно продемонстрировано здесь в Уфе. Будем надеяться, что наши партнеры по БРИКС подхватят российские инициативы. Спасибо вам большое. Спасибо. Они об этом нас заверили. Спасибо вас. Спасибо.